Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции – экспертная система в медицине. По плану рассмотрим следующие вопросы. Медицинские экспертные системы моделирования в медицине. Интеллектуальные системы в поддержке принятия врачебных решений выполняют задачи анализа, моделирования и прогноза. Принятие решения – это акт целенаправленного воздействия на объект управления, основанный на анализе ситуации, определении цели, разработке программы, достижении этой цели. Экспертные системы – это комплекс программ, аккумулирующий знания специалистов в конкретной предметной области, предназначенный для тиражирования знаний и консультации менее квалифицированных пользователей. Классы экспертных систем по задаче – это интерпретация данных, немотность обнаружения, идентификация различных типов океанских судов, определение свойства личности, диагностика, немотность медицинской аппаратуры, аппаратура математического обеспечения и другое. Мониторинг – помощь диспетчерам атомного реактора, контроль за работой электростанции, аварийных тачек и проектирование. Конфигурация ВН – синтез электрических цепей. Медицинские экспертные системы – к ним относятся Майсон, промышленная экспертная система для диагностики и лечения инфекционных заболеваний крови. М. Мейсон – пустой мейсон, диагностическая экспертная система с незаполненной базой данных, возможность использования для диагностики и лечения заболеваний разного крови. А.Н.Г.И. – диагностика и терапия сужения коронарных сосудов. Диаген – диагностика наследственных болезней. ДИН – диагностика неотложных состояний, используется при стертой клинической капельной заболевании. В.С. Синдром – диагностика судорожных состояний. В.С. Моделирование – метод познания, состоящий в создании, исследовании модели. Модель – новый объект, который отражает существенные особенности изучаемого объекта, явления или процесса. Процесс моделирования включает три элемента – субъект, объект, исследование, модель, опосредствующую отношение познающегося с объектом и познаваемого объекта. Построение модели включает этапы, ночь, получение знаний об объекте, оригинале, проведение экспериментов с моделью, исследование поведения модели, переносе знаний с модели на оригинал, практическая проверка получаемых с помощью модели знаний и их использование для построения обобщающей теории объекта, его преобразования или управления им. Классификация моделей по области использования. Учебные модели используются при обучении, например, наглядное пособие, различные тренажеры, обучающие программы. Опытные модели используются для исследования объекта, прогнозирования его будущих характеристик, например, искусственные протезы клапанов сердца. Моучно-технические модели создаются для исследования процессов и явлений. К таким модели можно отнести модель движения пламени солнечной системы, модель камер сердца и его клапанов. Игровые модели – это различные новорода игры, деловые, экономические, лечебные. С помощью таких моделей можно разрешать конфликтные ситуации, оказывать психологическую помощь, проигрывать поведение объекта в различных ситуациях. Игрутирует реальность той или иной степени точности. Классификация моделей по области знаний – биологические, медицинские, химические, физические и т.д. Методы модели в зависимости от цели использования. Оптимизационные, предназначенные для произведения новых свойств моделируемого объекта, например, расчет вероятности развития осложнений после операции. Описательные, описывает поведение некоторой системы, не предназначенной для цели управления, например, формулы, описывающие изменения концентрации лекарственного вещества в крови после его введения. Классификация моделей по способу представления. Предметные модели воспроизводят геометрические, физические и другие свойства объектов в материальном мире, например, искусственные хрустали, искусственный тазобедренный сустав, скелет человека. Информационные модели отражают свойства объектов, предметов или процессов с помощью ассоциативных знаков, например, схемы кровооснабжения сердца. Типы информационных моделей, словесные, графические, математические, зависимость от структуры, информационные модели делятся на табличные, иерархические, сетевые. Классификация информационных моделей от зависимости, зависимость от временного фактора, это статические. Модель описывает систему в определенном моменте времени, например, классификация заболеваний, методов исследований, динамические, описывает процессы изменения и развития систем, например, схематическое описание развития физиологических систем в процессе развития ребенка. Типы моделей медицины, вещественные, имеют внешние сходства с объектом модели, например, протез в нижней конечности, энергетические моделируют функции организма при отсутствии внешнего сходства, например, искусственные почвы. Смешанные моделируют и внешний сходство объекта и его функций, например, дистанционно направляемых протез. Информационная, описывает объект с помощью ассоциальных знаков. И биологическое заболевание моделируют на живот, например, поясность эпилепсии, тубовухостью, артериальной гипертензии. Типы математических моделей медицины, детерминированная, формула описывает функциональную связь между показателями, например, минутный объем крови, это произведение фракции выброса крови левым желудком сердца на частоту сокращения сердца, вероятностные результаты оцениваются с помощью вероятных характеристик, например, расчет анестезиологического и операционного риска по возрасту и сходным показателям функционирования системы организма типа операции. Цель математического моделирую медицины адекватна в короткий срок, обобщить сложную сущность явлений в процессе медицины, описывать, понять факты появления взаимосвязи между элементами, найти рациональное решение с наибольшей полнотой и надежностью, быстро и эффективно проверять гипотезы без обращения к экспериментам, предсказывать поведение реальной системы. Преимущества используемых моделей в медицине С помощью метода моделирования на одном комплексе данных можно разработать целый ряд различных моделей, по-разному интерпретировать исследуемые явления и выбрать наиболее подотворную из них геотеретическое истолкование. В процессе построения модели можно сделать различные дополнения к исследуемой гипотезе и получить ее упрощение. В случае сложных математических моделей можно применять компьютеры, повысить аналитические возможности, открывается возможность проведения модельных экспериментов. Требования к математическому моделированию в медицине это необходимость отражения патологических процессов и компенсаторных сдвигов учебных воздействий, необходимость представления клинического контроля, оценка модели в реальном времени и наличие интерактивных направлений исследовательских процессов, ответственных, принятых в клинике. Имитационное моделирование медицины Имитационное моделирование – это метод исследований, при котором изучаемая система заменяется моделью с достаточной точностью, описывающей реальную систему, и с ней проводятся эксперименты с целью получения информации об этой системе. Экспериментирование с моделью называется имитацией. Современная технология имитационного моделирования решает задачи в сфере здравоохранения и фармацевтической отрасли, например, анализ бизнес-процесса при проектировании больниц, оптимизация количества персонала и медицинского оборудования, планирование выхода на рынок новых лекарственных препаратов. Молекулярное моделирование Молекулярное моделирование – это область исследований, которая привлекает теоретические и вычислительные методы для моделирования и лимитации поведения молекул, состоящих от нескольких атомов и до гигантских биологических цепочек. Общей чертой метода молекулярного моделирования является атомический уровень описания молекулярных систем. Примеры модели В этом слайде приведен расчетные сетки поля скоростей и области возможных поражений глаза при лазерном разрушении хрусталика. Следующий – расчет давления в глазу человека при проведении лазерной операции по разрушению хрусталика и расчетной сетки. Динамика излечивания кожаной раны трехмерной картины распределения плотности коллагена и начальные и конечные моменты лечения. В сегодняшней лекции мы рассмотрели вопросы, касающие экспертов системы медицины, рассмотрели основные медицинские эксперты системы и модели медицинских системы. Спасибо за внимание.